Талгат знакомит Ирину с матерью. Кажется, прежние отношения могут вернуться в любой момент. Но Шевчук не преклонен. Она научилась у Нигматулина идти только вперёд. И Талгат понимает, на выбранном для него направлении обратной дороги нет. Я не смогла бы заниматься профессией дальше, если бы я посвятила себя ему совсем. Я была не готова, наверное, нужно было бы быть другой. Или не так заниматься, не так любить то дело, к которому я пришла. После отъезда Ирины Талгат часто вспоминает московскую жизнь. И задумывается о возвращении. Но вернётся Нигматулина только через пять лет, в 78-м году, когда почувствует себя готовым к новому покорению столицы. К этому времени Талгат уже зрелый человек. В портфеле собственные киносценарии и множество рассказов. У него был блестящий русский язык. И как-то я даже забывала, что у него есть другой язык. И что он знает другой язык. Совершенно. Я даже, по-моему, этого и не подозревала. Он, будучи восточным человеком, он не написал что-то. Он написал «Берёзы, русские берёзы, вы на судьбу мою похожи». «Я верю в вашу тишину, вот подойду...» Замечательная песня. Я когда-то у меня мурашки говорю, откуда это ещё? «Я верю в вашу тишину, вот подойду я в нему...» «Я верю в вашу тишину, вот подойду я в твою тишину, вот подойду я в нему...» Автор фильма «Никто не хотел умирать». Классик советского кино. Это был нормальный поиск себя, поиск мира, поиск религии. Вот. И это был такой постоянный процесс. Чтобы держать себя в форме, Талгат посещает секцию Германа Попова, известного на всю Москву тренера карате. Талгат Мигматолин появился у меня в конце 70-х. Тогда это был начинающий актёр. Ну и первое, что вот бросалось в глаза при первом знакомстве с ним, это его какой-то врождённый аристократизм. Но карате как путь к совершенству уже не вдохновляет Талгата. Выяснив, что быстрота движений Брюса Ли, заслуга спецэффектов, Нигматолин разочаровывается в прежнем кумире. Не всё гладкое в творчестве. После очередной критики своих произведений, Талгат сжёт большинство рукописей. В этот переломный для Нигматолина момент происходит встреча, ставшая для него роковой. Новые приятели из секции Попова знакомят Нигматолина с экстрасенсом и целителем Абаем Борубаевым. Сын высокопоставленного чиновника из Киргизии представляется учёным, занимающимся сверхспособностями человека. Объект его исследований – Мирза Кымбатбаев. С ним Абай познакомился на кладбище каракалпакского посёлка Беруни, где Мирза работал сторожем. Экзотический дервиш, якобы владеющий древними секретами, как Мефистофель для Фауста, открывает для молодого учёного двери малодоступных кабинетов. Очень странный человек. Он всё шил сам, это жутко сшит его руками. Этот халат, на нём всякие бусы, значки. Он дарил всем значок с Лениным. Говорил, что Ленин – большой мастер. Мы, представьте, смущаясь, но надевали. Тот же директор, академик, директор Института Востоковедения наделал. И ходил, пока Мирзовай был, со значком Ленина на груди. Среди знакомых Абая Борубаева люди довольно влиятельные. Один из них, член ЦК КПСС, главный редактор журнала «Огонёк» Анатолий Сафронов, объявляет Абая и Мирзу не больше, не меньше надеждой советской науки. Камбатбаев Мирза относится к числу людей, обладающих уникальными способностями, наблюдение за которыми очень много может дать для развития современной науки о законах человеческой психики. Молодой учёный Борубаев Абай установил с ним взаимодействие и ведёт записи научного характера. Это знакомство для Талгата приобретает особый смысл. Восточная мудрость гласит, учитель сам отыщет ученика, когда тот будет достоин. Талгат чувствует, что готов, что он преодолел достаточное количество испытаний. Он верит, что знакомство с Абаем и есть долгожданная встреча с наставником. Абай, он ведь совершил некий подвиг духовный тоже. Чем он привлёк, я думаю, Талгата? Он порвал со своей семьёй. Его папа и мама были высокопоставленными партийными сотрудниками. Он ушёл от комфорта. Он побил весь хрусталь в доме. Папа посадил его в сумасшедший дом. Талгат очарован поступками Абая. Он видит в них проявление высшей духовности. А заточение в клинике воспринимает как страдание за веру. Его забрал из психушки Талгат на свои поруки. Пришёл к своим авторитетам, своей популярностью. Он дал расписку, что отвечает за Абая Барубаева. Его выпустили. Он жил у него дома. В этот момент Нигматуллин женат на Халиме Хасановой. Она ждёт ребёнка. Новый знакомый чудесным образом излечивает её от жуткого токсикоза. Талгат окончательно убеждается, их встреча не случайна. И в жизни Нигматулина действительно происходят перемены. Режиссёр Борис Дуров предлагает ему роль в картине «Пираты 20 века». Не убивай меня! Я тебе пригожусь! Всё сделаем! Сцены поединков со старым другом Николаем Ерёменко снимаются без каскадёров. В итоге непрерывные дубли и падение на бетонный пол. Максимализм Талгата превращает игру в нешуточное испытание. Он говорит, ну ты понимаешь, ну вот если я вот буду, я могу, конечно, только вот эту палку доносить до тебя. Доносить. Ну, понимаешь, и у меня как бы на лице будет неправда, и у тебя на лице тоже, в общем, будет изображать всё будешь. Я говорю, ну а что делать-то? Он говорит, ну, может, попробуем по-настоящему. Я говорю, ты меня убьёшь. На, всыпь ей. Я не бью женщин, у меня к ним другой подход. Другой подход! Смотри! В Песовом замечательная погода. Я, значит, последняя, мы заплыв перед тем, как улететь в Москву. Вот, я стою, рядом со мной стоит Пётр Сергеевич Вильяминов. Вот, всё замечательно. Потом он так смотрит на меня и говорит, Наташенька, вы в Москву летите?